Орала, выжженный песок, волны, стреножный бросок. Тоска от игрных ролей в печали мёртвых кораблей. И тонет в море из песка худая лодка рыбака. А в небе синь морской волны, раскаянием чужой вины. Трагедия Аральского моря – величайшая рукотворная экологическая катастрофа мирового масштаба. У неё нет национальности, нет границ. Именно поэтому мы отправляемся в экспедицию на Орал. Наша цель – показать людям, что можно натворить, если относиться потребительски и бездушно к окружающему нас миру. Наша задача – привлечь внимание людей к оральской трагедии. Нас пятеро мы отправляемся на Орал с телецентра. Два внедорожника для автопробега до космодрома Байконур и обратно нашей команде предоставила компания «Независимость». Посещение закрытого космодрома организовала Федерация космонавтики России. Заправочный спонсор автопробега – «Лукоил». В составе экспедиции два дайвера – Ильдар Губаев и Владимир Муравицкий. Биолог, старший научный сотрудник Южно-Уральского государственного природного заповедника Раиль Байтеряков. Представитель русского географического общества Решат Галеев. И я – автор программы «Мир настоящих мужчин» Башкирского спутникового телевидения. Интервью нашим коллегам из телевизионной службы новостей и торжественное отбытие от телецентра. Перед дальней дорогой необходимо заправить полные баки. Заезжаем на трассе на заправочную станцию «Лукоил». Это уже вторая дальняя экспедиция, которую эта компания спонсирует. И ни разу топливо «Лукоила» нас не подводило. «Давай, ну вот…» «Давай, заправляем бензин в «Лукоил». Сегодня мы должны добраться до озера Соль-Илецк и далее, на пограничном пункте Сагарчин, пересечь российско-казахскую границу. Пограничники долго не испытывают наше терпение и даже позволяют сделать несколько кадров. Также быстро проходим досмотр на казахстанской таможне и вырываемся на просторы соседнего степного государства. Первый крупный город на нашем пути – областной центр «Октюбинск» или, как его теперь называют, «Октюбе». На степь быстро опускаются сумерки. Ночная трасса загружена. Едем всю ночь и под утро прибываем в бывший портовый город Аральск, райцентр Аральского района Зайлардинской области. Когда-то город стоял на берегу моря, сегодня до воды Большого Арала более 200 километров. Ощущение необычное. Отличные от башкирских. Чисто казахские такие ощущения. Машина вообще идеальна. Независимость хорошо. Вот у них центр самый. Удивляет обилие памятников и монументов для такого небольшого городка. Естественно, центр общения населения – местный рынок, настоящий восточный базар, где можно поторговаться и купить такие деликатесы, как цельное верблюжье молоко и шуба – кисломолочный продукт. Вот, 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 вот свежая. Вот, 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 вот. Кстати, нас удивило в местных краях огромное количество верблюдов, которые свободно пасутся вдоль дорог в пустыне. Для местных жителей верблюд основной кормилец. И молоко дает, и шубат, и мясо, и шерсть. И к тому же служит средством передвижения. И, что самое важное, абсолютно неприхотлив. Иметь в средней зажиточной семье казахов 50-70 верблюдов – обязательное условие жизни. Познакомившись с городом Аральском, знакомимся с руководством района. Аким Аральского района Абзал Сандесбаевич Мухимов делится с нами насущными проблемами Аральского региона. Когда-то было заключено соглашение межгосударственное по спасению Аральского моря в начале 90-х годов. К сожалению, свои обязательства и свои обещания сдержал только казахстанское правительство. По главе президента Насултана Назарбаева. Соответственно, анализируя всю ситуацию, президент республики принял решение по спасению хотя бы северной части Аральского моря. Соответственно, появился проект «Арерсам» – это регулирование реки Садари, русло реки Садари и сохранение северной части Аральского моря. Фаза проекта «Арерсам» завершена. На данный момент мы ожидаем вторую фазу начала строительства. Она как бы уже в целом одобрена. Это непосредственно с участием Всемирного банка идет. Аральская проблема, экологическая проблема, она, мне кажется, не только нашего региона, не только наших. Она имеет большой объем, большой масштаб. В целом, да, в мировом масштабе имеется и пятном. Теперь по спасению Аральского моря, как я сказал, уже завершена первая фаза проекта «Арерсам». Там проделана очень большая работа, грандиозная работа, я могу сказать. Особенно это выпрямление реки, русло реки Садари. Это защитные дамбы. Это строительство перемычки Кугарал. Благодаря этой перемычке уровень воды увеличился почти сразу через год. Она как бы превзошла ожидания самих проектировщиков. По проекту должен был северная часть Аральского моря, где-то через лев 5-6. Ожидание совсем превзошло. Уже через ровно год с 38 миллионов кубических метров она увеличится до 42. Действительно, в 90-х странами при Арале была утверждена концепция по созданию в регионе устойчивого антропогенно-природного комплекса для восстановления продуктивности территории на максимально возможном прежнем уровне. Однако по социально-экономическим причинам реализация планов сдерживается. И только Казахстан пока пытается решать проблемы Арала. Причем, как мы смогли убедиться, вполне успешно. Многие попытки в этом направлении были предприняты через Международный фонд спасения Арала с привлечением средств Всемирного банка. В тесном контакте с местным населением ведущие ученые западных стран и Казахстана разработали несколько компонентов регулирования русла реки Сырдарья и сохранения северной части Аральского моря. Большая их часть стоимостью более 23 миллиардов тенге уже реализованы. Теперь то, что мы ожидаем вторую фазу, там тоже включено очень много работы. Она состоит из нескольких компонентов. Сейчас на данный момент речь идет о шести компонентах. Она продолжается, особенно это ирригационная система, мелиоративная система, потом строительство автомобильных дорог через реку Сырдарья. Это некоторые шлюзи расширения идет. И сейчас на данный момент идет полным ходом подготовка на вторую фазу. Большая часть Аральского моря, мы признаем, она уже обречена. В начале девяностых годов в Аральском море осталось всего лишь два вида рыбы. Это камбала. Сейчас более 22 видов рыбы появилось. По итогам 2014 года было выловлено более шести тысяч тонн рыб. Более двух с половиной тысяч тонн рыбной продукции было экспортировано в Европу. В этом году лимит ловли рыбы составляет более восьми тысяч тонн. Экспорт мы ожидаем более трех тысяч. Это филе, рыбное филе. Она как бы экологически чистая натуральная продукция. Спрос она очень высокая. Иногда достигает такие рекордные показатели. Но для того, чтобы улучшить состояние, в первую очередь должна завершиться вторая фаза. Что ж, мы должны лично убедиться в возрождении Арала. Проверить слова аральских чиновников. Из города Аральска держим путь на озеро Камбаш, входящее в систему озер Малого Арала. Там же ночуем и двинемся дальше на юг, в большой воде. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»